Всем привет! Сегодняшнее мое видео для вязальщиц, особенно для тех, кто любит вязать на круговых спицах, даже не круговые вещи. Я, бывает, часто перемещаюсь, и чтобы удобнее с собой захватывать вязание, вяжу на круговых. Их удобнее в пакет какой-то свернуть, они очень компактны, удобны и хороши. И вот последний раз случайно я нашла на Алиэкспресс, у меня просто не было очень толстых номеров на круговых вариантах, и я решила попробовать купить. Купила семерку и восьмерку по отдельности, это был не комплект, это как бы отдельные покупки. У одного, правда, продавца ссылку оставлю ниже в комментариях. В комплекте идет игла для сборки вещи. Я часто использую все-таки крючок для этих целей. Но толстая иголка с толстым ушком всегда в доме пригодится, поэтому, в общем-то, рада. Они, как правило, где-то вечно теряются. Купила я, значит, их просто из-за того, что у меня круговых не было, таких толстых. И, думаю, попробую для разнообразия. И была приятно удивлена. Скажу, брала я 80 сантиметров в длину, то есть это такая длина, что, в принципе, можно, если там окружность в районе сотни, подрастянуть. И, в общем-то, такой достаточно для меня универсальный вариант длины. Кому-то, может быть, нужно чуть поменьше. Там были варианты выбора размеров длины. Значит, они получаются вот такая, как проволока крученая. Даже не описать. Но это точно не леска. Вот такая разновидность проволоки. Очень гладкое соединение с основанием, хотя это достаточно толстый номер. Очень тупые такие кончики. Не пораните пальцы, потому что я уже этими пробовала вязала. И даже когда долго вяжешь, в общем-то, не причиняют никаких дискомфортов. Скажу, чем понравились. Вот эти спицы, их как положишь, они так и лежат. Они, ну, нету такой сворачиваемости, как вот я для примера. У меня спицы на леске. Чуть-чуть отличающийся номер, но тут, в общем-то, не суть. Получается так, что, хотя я когда покупала, старалась выбрать максимально мягкую леску. Но вот вы видите, что, как я их не растяну. И это они у меня хранятся без упаковки. То есть, никакого принудительного скручивания не делается к ним. И получается, любое вязание, которое ты вяжешь, оно вот все время, ты должен с этим противодействовать этому скручиванию. А эти спицы, в общем-то, абсолютно никакого дискомфорта. Мне так понравилось ими вязать, что я решила, что надо поделиться. Может быть, кто-то еще не в курсе, что есть вот такие новинки, как спицы на проволоке, которые очень даже оказались для вязания удобными. Я купила семерку и восьмерку. И потом, когда я их получила, осталась довольна. Думаю, дай-ка я обновлю свою комплектацию. И вот купила такой комплект, который уже достаточно полноценно заменяет. Тут с половинками. От двойки, два с половиной, три, три с половиной, четыре, четыре с половиной, до пятерки. Вот я такой комплект выбрала. Что-то как бы наиболее часто используемое. Там были другие варианты. Но даже вот если мы сейчас откроем самый тонкий номер. Вытащу их тоже для примера. Это совсем новая, не только я их получила. Они вообще как бы еще не вскрывались. То точно так же. Вот я ложу, и они абсолютно нормально ложатся. Соединение, стыки для вязания, ну, крайне приятные. То есть, вот я на толстых вязала. Не цеплялась нить никогда ничего. Все отлично. И кончики, хоть и маленький номер, то есть двойка, но они не острые, они так хорошо скруглены, что, в общем-то, вязать, я думаю, вам понравится. Так что, если кого-то интересует, кто-то любит использовать такие спицы, рекомендую. И обязательно оставлю ссылочку. Пользуйтесь, возможно, кому-то это пригодится. Всем до встречи в новых видео.